Приветствую всех на своем канале. Меня зовут Елена. Добро пожаловать ко мне. Обязательно ставьте пальчик вверх и подписывайтесь, если вы еще не подписаны. И давайте же я расскажу, как все-таки сохранить луковицы тюльпанов до весны. Хочу небольшое отступление. Как это может произойти так, что вы не посадили тюльпаны осенью? Ну, зависит от внешних, так сказать, обстоятельств. Ну, мало ли что-то случилось. Вы не успели. Прошел тот срок, когда нужно сажать луковицы в открытый грунт. Либо ранние заморозки, либо что-то, какие-то иные обстоятельства. Вы не успели. Также, например, магазины часто уже после прохождения сезона посадки выкладывают на продажу луковицы редких сортов или чего-то, ну, какие-то необычные, в общем, сорта. Либо просто залежавшиеся луковицы. И продают их иногда уже с ростками. Иногда просто, как бы, спящие луковицы. Магазины тоже в этом плане поступают неправильно, потому что они изначально неправильно хранят эти луковицы. А понимая, что они уже начинают портиться, они их выкладывают с большими скидками. И народ покупает. Чаще всего покупают люди, которые не понимают, как потом им быть с этими луковицами. Не знают, как правильно обращаться с луковицами тюльпанов. Ну, также на эту удочку попадаются и бывалые люди. То есть, они, как бы, реагируют на какой-то редкий сорт. Соблазняются скидкой, покупают его. И потом печален тот факт, что сажать луковицу уже поздно. А до весны так устроены тюльпаны, что хранить луковицы вообще, тюльпановые, нельзя. В течение зимы и весны. Но, раз такая ситуация, у меня есть маленький секрет, как можно все-таки постараться сохранить тюльпановые луковицы до весны. Сейчас у нас будет первая стадия, так сказать, видео. Такой начальный этап. Значит, мы подготовим их. И потом уже во второй части видео, которое будет для меня через пару дней, для вас через одно мгновение. Так вот, у меня есть луковицы. Мама купила их по распродаже буквально пару дней назад. Нам необходимо очистить их от старой шелухи, то есть убрать вот эту всю сухую ботву, кожуру, шелуху. Это все нужно очистить. Оставить то, насколько, если она не снимается, шкурка, то оставить ее. Если она снимается, то снять ее максимально. Возможное количество ее удалить. Отдельно нам понадобится глубокая емкость. Я уже насыпал туда немножко марганцовки. Нам понадобится небольшое количество, буквально, чтобы создать цвет. Должен быть не сильно розовый оттенок. Наливаем обычную воду. Видите, у меня уже окрашивается. Сначала немного, чтобы понять, какое место займут луковицы в этой емкости. Немножко мешаем, чтобы растворилась. Чтобы марганцовка растворилась. Ну, по максимальному. Она, конечно, в процессе тоже пока будет лежать, растворится. Вот такой вот, не сильно насыщенный розовый цвет нам нужен. Она еще в процессе растворится. И вот эти вот луковицы, которые мы освободили от старой кожуры, мы помещаем в эту марганцовку и оставляем там на полчаса. Полчаса они должны находиться в этой марганцовке. Просто вымачиваться, лежать. Можно иногда их помешивать, так сказать, потому что на дне у нас плавает марганцовка. И она должна раствориться. Ну, не нужно лишнее выливать. Пусть она будет полноценная. Вот. В общем, и так мы поступаем со всеми луковицами. То есть у нас все луковицы должны быть погружены в эту марганцовку на полчаса. Итак, по прошествии получаса, у меня полчаса еще не прошло, я пока их оставлю, но по прошествии получаса луковицы необходимо достать из марганцовки, выложить на ткань, либо на упаковочную бумагу, и просто разложить ровно, как бы отдельно каждую луковицу, положить, чтобы они не соприкасались, и оставить в таком положении на 2-3 дня, чтобы луковицы самостоятельно полностью высохли. Раскладывать можно на столе, на подоконнике, где вам удобно. Главное, чтобы там было не холодно и не слишком жарко, то есть вполне нормальная комнатная температура. И в таком состоянии мы их оставим на 2-3 дня, и увидимся с вами чуть позже, когда я уже буду их заворачивать на хранение. Для вас это мгновение, как я уже сказала, а для меня это 2-3 дня, пока они будут сохнуть. Так, друзья, у нас прошло 3 дня, у вас, как известно, одно мгновение, и давайте приступим. Спустя 3 дня, вот они лежали у меня в таком положении луковицы, на полотенце хлопчатобумажном. Я их периодически переворачивала, чтобы из них, если вдруг внутрь что-то затекло, какая-то жидкость, чтобы она вытекла, и они подсохли на воздухе. Теперь, что нам нужно? Нам нужны ножницы, и нам нужна упаковочная бумага. Я уже ее нарезала вот на такие квадратики. И сейчас, что нам нужно? Нам нужно сделать в ней просто дырочки, для того, чтобы луковица дышала. Ну, в принципе, можно это сделать просто вот так вот. Либо можно сделать надрезы. Так даже быстрее получается, чем прокалывать. Такая у нас получается дырявая бумажка. И берем самую большую луковицу и просто заворачиваем ее сюда. И в таком положении у нас все луковицы отправляются в отделение холодильника, где вы обычно храните овощи. И вот каждую отдельно мы так сворачиваем. Можно их уложить в какую-то еще, например, ну, картонную или, может быть, какую-то такую плетеную коробочку, чтобы они не развалились там, не валялись у вас по всему поддону, а были как бы все вместе. Вот так вот. И вот так вот заворачиваем. И вот так заворачиваем каждую луковицу. И вот так у нас получаются вот такие сверточки. И в таком виде они отправятся у меня в холодильник и будут лежать там до весны, до момента посадки. Если интересно, увидимся весной и я расскажу, как я буду сажать, как будут вести себя, во-первых, луковицы в течение зимы и как я буду сажать весной. Вот так. Такой большой, такой простой, вернее, секрет. Маленькие ухода за луковицами, если вдруг вы не успели их посадить осенью, ход за ними в течение зимы. Конечно, не приветствуется такой вариант, но это самая крайняя мера, если вдруг что-то такое случилось и вы не успели их посадить. Подписывайтесь, ставьте пальчик вверх и увидимся в следующих видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok